нет надо да лучше внешняя звуковуха нет сейчас у меня обычно но вот я просто воскнул провод и все вот а дом я работаю на писать из головы вылетел до супра это откуда знаешь да она вторая вот она неплохая ну вот вот ну как бы для дома и вполне хватает канавируется и под же дуэт 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 2 может быть еще что-то вам сказать я могу много говорить на самом деле просто меня выбил это немножко а я в основном его лейбл уже делают я дома делаешь при мастеру какой-то вот а потом да вот силаешься в любом случае просит прислать без всего и они уже делают от себя потому что а все по-разному минус 3 минус 6 бросит ну сама минус 6 всех чаще чтобы было так скажем больше чем работать сейчас попытаюсь открыть здесь вот меня очень мало на самом деле всего я взял классическую драм-машину все все на ней накидал вот здесь кстати очень видно хорошо вот этот столбик вот меня видите все подряд здесь в левый колонна но здесь здесь классика классические звуки вообще ничего лишнего ближе к техно звучанию конечно вот опять же к чему я говорил 20 25 дорожек примерно у меня идет драмов и 10 всего остального месяца фиксами и очень много подложек опять же но это меня ремикс был этого вот просто какие-то на скорее всего фленджер у меня здесь висит до сейчас без всего у меня это будет вот так вот как бы более ровно вот без комментариев вот а так не знаю синты какие синты артуре все знают до вышло недавно обновление у них там добавилось два новых синта кажется можно его ставить и вообще обо всем забыть какую-нибудь драм-машинку еще и на этом все можно делать хотя бы даже какую-то заготовку скелет хватит вполне главное руки и голова все больше ничего не надо вообще сама идея а у лоджика есть свои да неплохие довольно либо либо опять в артуре есть тоже у них есть называется она spark что ли они помню тоже там есть винтажные и все на свете есть либо ваншоты есть неплохие тоже от производителей сэмплов я не помню там в 808 909 очень хорошие звуки вот то есть классические кики и так далее это вполне хватит и уже можете вы его сэмплер вставлять в какой-нибудь я либо использую как же он называется от fx pensions что ли какие-то там есть драм-машины неплохие у них секвенсор и точнее представляешь что очень удобно то можно изменять и печи все на свете потому что в лоджике как она ультра бит называется она такая немного заморочена на меня не очень нравится в этом плане она но в новом когда был 9 до в новом сейчас она появилась там уже побольше функционал так скажем что что в последний сказал но она заточена как ни крути мне кажется лоджика такая программа который заточен больше под какую-то музыку не так скажем опять же не тех надо еще что-то она больше для живых для записи там всего остального вот облит он да она уже она диджеями создана она и по понимающим и говорю ну видишь туда в ней даже недавно сделали реверс понимаешь чем это говорю раньше чтобы чтобы сделать просто перевернуть сэмпл наоборот там надо было столько сделал делу движений вот только в 10 и 2 кажется обновление сделали наконец-то одну кнопочку которую по слову переворачивает то есть понимающим и говорю нет минус тоже есть конечно что использую а вот как все делаю конец с киком это очень полезная вещь да в любом случае это низ сап идет бывает середине и вверх но иногда двух вполне хватает потому что одного мало иногда бывает что заканчиваешь трек начинаешь сводить понимаешь что что-то не то или все переделываешь вот это очень часто бывает как бы вначале ничего ничего а потом в итоге не звучит да дело дело и с басом то же самое может делать и с синтами вообще с чем угодно можно из там из 10 реально сделать один очень хороший жирный качественный звук это вполне нет конечно все все вообще разную на каждую дорожку уже навешиваешь свое чтобы динамика была в любом случае это нужно чтобы каши не было как тут многие видишь жалуются что у них каши в итоге а каши это эквалайзер тебе помощь потому что ну и без реки вообще никуда самое главное что все было на своих местах это очень сложно ну сперва потом когда ты уже поймешь что где должно висеть на каждом своем месте можно в итоге мастеринг то и не делать в конце он всего лишь минимальные какие-то нотки главное подготовить все это до этого я говорю начать кик бас поставить нужное место и уже оттуда отталкиваться я делаю 88 или 5 бывает минус 8 делаю до чтобы было куда работать не 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 все все вообще никак минимум хотя бы минус пять ну минус 8 это вообще идеально а потом уже можешь приподнять полностью тебя совсем прям все тихо выделяешь полностью поднимаешь вместе с киком хотя бы там до минус 5 не ну или нам нет бывает что и тебя мастер настолько тихо звучит прям бывает такое вот что поднимаешь уже там а потом уже и на мастере ой слушай я пойду гейну гейми я редко очень использую может быть наоборот чтобы опустить иногда либо в автоматизации какой-то потому что не хочется основную дорожку использовать громкости потому что потомка начинаешь сводить все она уже понимаешь да я уже растронул и уже будет неудобно с ней работать поэтому я делаю отдельный гейм и уже делаю автоматизацию с ним а громкость оставляю как есть скажите о проекте настройках там у вас выставлены все потоки либо там автоматизации ну настройка вот так автоматик есть то есть максимальное количество потоков я думаю процессор четыре потока то есть там произойдет у меня скорее всего по автомату стоит я даже не да вот видите не нашел многое чем у меня очень хороший симплинаются от спектра sonics амнисферы вот у меня здесь не стоит просто он весит 50 гигов вот отдельная штука но она очень полезная для каких-то бэкграундов там очень хорошие педы или какие-то эффекты записаны там либо с улицы или еще чего то они очень оживляют то есть кто-то не пробовал поставьте обязательно у них есть три ладжи это для бас только бас в нем он довольно старенький уже по-любому кто да да все вот эту тему но на самом деле сейчас на амнисферу вот этот вышел и в нем есть и банки и 3 ладжи и всего на свете вот и недавно поставил прикольный штука да и 3 ладжи все вот эти все это можно поудалять а контакт да да раньше когда-то мне казалось чудным а сейчас очень много библиотек выходит ну неплохих дал либо да либо просто использует там же отдельно качаешь всякие синты до к нему и уже вешаешь и все используешь как полноценный синтезатор получается ну библиотеки да ну там же их и они же не просто как сэмплер и же можно и крутить и так далее вот как полноценный синтез получается по идее вот какие вам секреты рассказать секретов нет ребят все видите все у меня везде все одно и то же в плане в плане опять же где-то в районе 20 это дорожки это идет бас опять сап педы какие-то и все у меня везде все одно и то же я вам не знаю в этом плане чем с вами поделиться что вам сказать скажите что вас интересует всегда да всегда вот здесь это видишь опять идет идет да да это говорю об этом по всему вообще то есть на этом ноутбуке только читать мне кажется это опять же по пед идет и кик у меня я вот а все она тема так скажем тем уже задали идет какая-то уже определенная нота да ну вот просто ну понравилось мне я просто понимаю что будет и в итоге и уже начинаешь это наращивать я вот а таких тема говорю либо вот подложка у нее идет еще обычный вас и поехали поехали а а сайлент я это ну как сказать редко раньше пользоваться но какой-то более коммерческие вензуке что ли какие-то ну или бы надо вертеть на самом деле я не спорю кучу вот эти библиотек нему я вот в основном пользуюсь артуре и либо либо все либо только и она основная у меня на самом деле вставил тоже не по на какой-то он тоже прогрессивные очень для меня он такой ну пластмассовый что ли по мне ханя хотя он тоже неплохой его же кажется не него русские типа придумали нет какие-то ребята русские придумали то ли его то ли вот скорее всего это он да вот-вот хотя мне все это стоит но стоит но она не нужна пасана на самом деле занимает лишнее место да это очень важная штука очень важно как и обычными методами это какой-нибудь стерео дела и понимаешь знаешь как им пользоваться да просто в одну сторону и у тебя получается очень либо вот есть куча всяких плагинов аля вот такое что-то вот этот неплохой установил последний раз работает очень просто но он вот у него и здесь ширина просто я сейчас покажу на примере и классическим путем либо а вот есть те были устанавливающие такие штуки с сайтом связаны ничего нового эти в этом плане а это ну да сделать например там два трека и немножко по задержке задержки да и там направим 10 штук либо дублировать да развести уже самому по каналу а еще такой вопрос по поводу пространство насколько вы пользуетесь реверберации активно ли на все звуки какой у вас как бы сухой или более такое пространство и они нужны но все в нервы потому что когда их много они уже совсем совсем маленькие это тоже пеппред совсем-совсем маленькие всего лишь на скорее всего даже для ширины стерео панорама уже тоже дает ну да 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 а уже на сами звуки тоже чуть-чуть потому что когда ты много уже это делаешь получается другая музыка а сэнби или инсерт и вообще как сэнби или инсерт пользуются и так и так вот здесь у меня уже как бы готовы тимплейты есть я уже загружаю там а нет это старый проект здесь вот они обычно я уже здесь готовлю все и потом просто их посылаешь уже группами лучше не по одному звуку соответственно чтобы у тебя и процессор пожалеет а сколько типов ревербераторов вообще там по холл и плейты и румы или только нет это лучше менять потому что все будет в одном у тебя цветом может слиться а если когда ты ставишь какие-то разные в каждом своем звучании они хорошо вместе с собой пересекаются а на мастере ну кто-то делает для я видел делают не для разных просто берет как и строгая музыка ну может быть в этом плане да а вот у меня здесь как раз вот он и есть симпл до сэмпл дилай на этом звуке вот без него сейчас наверно током не услышит просто сидеть дома с мониторами либо он час плагин вот видите ли по картинке вот делаем видите ушло и у нее здесь есть просто куча настроек как это можно расширить насколько сильно но опять все в меру тоже можно так расширить что богу обязательно да потом на мастере у меня висит как раз день у него есть там кнопочка знаешь да в лоджике моно ставить здесь нет вот она ой-ой-ой-ой-ой вот ставишь моно и смотришь если идет уже какая-то фаза до искажения уже используешь другой стерео какой-то не ну вот смотри на примере сейчас будет слышно особенно это на где это заметно не в звуках а перкуссиях в хэтах и так далее вот смотри сейчас по-любому нас будет это вот я допустим хочу хочу расширить я я сам не слышу честно признаюсь что то что у вас там происходит я на автомате пытаюсь повторить а вот у меня уже стоял моно оказывается вот и без него идет сейчас я включу тот звук еще но у тебя я не знаю просто это примере еще слышно или не слышно у тебя получается ну как как бывает знаешь там сводишь трек один звук на один накладывается ведь а получается эффект фейзер так скажем вот это идет тема вот и здесь то же самое происходит потому что нужно проверять вот эту моносовместимость потому что в клубах часто ведь моносистемы и так далее даст и получается ну вот эта штука общем проверяешь потому что он в итоге звучать может совсем по-другому дома ты слушаешь а вот я классно а пришел куда-то в другое место у тебя там какая-то пошла тема чем-то а еще да то есть как участие на наушниках и мониторов и проверять общение в наушниках но это нужны во первых очень дорогие наушники чтобы в них сводить вот наушниках я делаю только ревер скорее всего в нем в них очень слышно до понимаешь том что монитор ты не слышу много добавил или мало а когда их одеваешь там прям вот доли доли секунды в них очень полезно это на драмы всякие вешать когда вот очень полезно а в основном все свожу только в мониках потому что в ушах очень сложно обычно их снимаешь звучит вообще все не так в ушах одно там другое точно монитор нужно и где-то средняя громкость на громко тоже плохо сводить очень хорошо проверять совместимость кик и бас только на громкости когда-то включаешь громко слышно у тебя что-то выпирает или нет и наоборот когда у тебя стоит это на минимуме если ты все слышишь член раздельно тогда тоже очень хорошо вот она сидела когда средняя громкость но все остальное делаешь на ну вот он меда всегда стоит в любом случае здесь скорее всего меня стоит обычный не стоит уже необычный никакой обычный гала стоит ему случае ты смотришь не за основном это обязательно чтобы тебя меньше 40 в основном ничего не было срезаешь него не за будешь смеяться у меня очень плохие мониторы у меня были адамы сначала вот но мне почему-то показалось что они очень врут сильно но они очень приукрашали звук очень уж с ним чисто звучало и мне какой-то нехороший человек посоветовал взять и маху и мах у нее который стоит студийная на всех старых который сейчас сложно ночи найти обычные вот эти аж а 6 что-либо синих понимаете да они раза в три дешевле чем адамы и вот я их поставил и все на них такси ну конечно хочу их поменять но я к ним уже привык на самом деле когда привыкаешь к моникам уже неважно ты уже на автомате сделать наушники какие-то для с лодки тоже обычные наушники так что и представляете все очень просто звуковуха да нужно хорошая звуковуха и вот голова нужно больше ничего не надо если есть желание то сделаешь ну может быть накидать что-то в самолете можно конечно же делать что-то профессиональное это не ягодица по моему я не знаю одного человека кто делает на внутренних звуковых музыку честно вам скажу я кажется она нужна но то есть считаете как то есть она вообще помогает лучше либо можно настроить сколько людей столько мнение вот все что ты говоришь только я слышал и в итоге к чему верить не знаю я у меня есть свое мнение у каждого у кого-то и свое на макбуке на внутренние работу а потом уже все сводил на ну и скажи я мы засели однажды на студии и проверяли как раз apple g и рм ешку какую-то ну классическая ска которая скорее всего то всех стоит ну мы за может быть от самому шенину услышали чуть-чуть то ли по стереопанораме они же отличаются либо шире либо чуть-чуть уже вот по поводу рамешки чуть-чуть она шире мне давал звучать есть web gs ансамбль да она из по-русски называется вот она вообще мне очень хороший стереопанорам она стоит там что в районе больше ста тысяч насколько я помню вот и тогда она стоила не дешевые вещи любом случае а вообще очень круто на всякий сумматоры подавать но это вообще в идеале это когда ты сидишь студии у тебя кик на одной дорожке все это в железе ребята вот это да к этому нам нужно идти потому что сложно с это сделать не ну как сейчас новая волна пошла электронщиков у кого то что они не признают кто-то вообще отказывается от компьютера все это делают полностью живьем вообще и выступлению них живы в них куча всего железок есть они румыны вот они делают они поступления не полностью отказались и под заказ специально делали какие-то инженеры почитайте очень интересно вот ну я считаю это это круто к этому нужно идти потому что будущее может быть за этим и не знаю даже не она была она всегда была это попса всякой сожрала вот этим понимаешь коммерческая музыка а истоки от них никуда не ведешь андеграунд он если появился оттуда ведь железок вот и все раньше компов ты как но нет они были конечно вот ну будем подытоживать или или не знаю просто я уже боюсь что-то открывать можно подытожить да да не то что мучить видите как цена не пошло у нас вот есть у кого чего еще не да на почему ты зациклился именно на клубе 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 это одно а ты пишешь музыку для чего чтобы играть идет здесь москве в клубе ну вот у тебя же цели более глобальные чтобы тебя услышали где-то и там и там его слова вопрос и на конкретике не понял да денис конечно все бесплатно да давайте я слышал тему ну дениска всегда был на своей волне поэтому сложно сказать значит лэбла тебе дают что эти дают они дают гастроли и так далее потому что без этого никуда то есть ты написал трек подписал насколько хорошим ты лэблит его подписал и настолько хорошо ты начинаешь кататься уже и уже и поверь мне московский клуб тебя подтягивают и все остальное поэтому я считаю что важно выпускать музыку на лэблах отдавать ее бесплатно можно но это как иногда можно просто дарить ее музыку это никто но постоянно это у тебя должна быть такая база чтобы тебе знали как и тебе будут люди узнавать из ты написал и на свой soundcloud выложила выложила где там пять подписчиков да ну и что дальше это у тебя должна быть либо же база чтобы тебе знали понимаешь да чтобы рассылать либо еще что такой вопрос можно долго об этом говорить но я считаю что надо выпускать да дополнить они да какой я раньше не проверить в хаос писал в 2003 на 2004 музыка на классический до классическую не они не как говорится до дип хаос уже не тот как говорят вот на что засматривать а вот если не понимала тема да не засматриваются многие но всему свое время она же всегда и было был я не думаю что с ним случится то что случилось дип хаосом я не верю в это потому что очень обидно за все происходящее на битпорт захочешь и плачешь вот и как бы истоки дип хаоса они же вообще не те почему это так называется не все шагнет сейчас волна техно дип хаос ушел волна техно я боюсь что сейчас да это может затронуть все техно техно мейнстрим уже стала а техно тонует нифига ведь не мейнстрим тут такие тонкие грани европа она ведь все срет извините меня такой я уже называю есть европейское звучание есть не европейское звучание вот европейское у них есть уже и свою техно и вот этот дип хаос это они все и начали вот более в такую коммерческую тему а румына они молодцы в этом плане то что они на свое волнение пофигу сейчас винил опять винил и все уйдет что опять винил и так далее маленькие копии более такое подпольное все к этому все идет то есть вини винил возвращается и действительно андеграунд и музыка опять возвращается то есть весь мейнстрима как было он будет бит порт весь принципе на лейблах как вообще можно зарабатывать заработать а только на гастролик можно только на гастролик либо это винил ну а уже на него заработаешь потому что часто не выпускается максимум мне кажется 500 копий это где-то основном 250-300 копий ну там хоть какие-то деньги а не то что выложил до 7 пуча трек захожу в контактный макс там уже 100 постов пожалуй вообще на такси она наша когда выпускаешь винил вся кратка не цели сильно люди же покупают поэтому я считаю что нужно примит сейчас вообще мы даже вот несколько интервью делали со звездами с большими они все говорят о том что делать музыку сейчас выгодно только для того чтобы узнали да даже где-то пиратские какие-то вот такие иногда нет да да слышно в каких-то дальних уголках мира а ты бы никогда может быть даже ну сознательно там через по продажу этого трека никогда бы не попал не так что все есть да да то есть ты делаешь скажите качает а тебя узнают и ты начинаешь кататься только так а деньги нет то какие там на сигареты с кто курит ну и так и тем более там идет оплата раз в полгода ой ну два раза в год до соответственно по декадам и я уже забыл даже когда я получал чуть этих я иногда даже и контракт уже не подписываешь очень редко очень много участки и там ремиксы и уже забываешь не присылают контракты с очень большие там а-ля tool room еще чуть такие старички они да не присылайте ты подписываешь они эти потом начисляют чего-то а в основном сейчас новички всякие нет а и даже сразу говорят не мы ничего не подписываем ну и ты к этому спокойно относится понимаешь что мы и чё умеете там 200 300 долларов в полгода они ничего не сделают хотя сейчас доллар подскочил может быть можно сделать с гастролями да в принципе есть они знаешь как я скажу в 2000 где-то двенадцатом 2013 когда на самом деле у меня вот все и потом оно было больше в европе то есть это больше такой за английской что ли вот я в англии часто было и в амстердаме всех краях такой в такой европе вот а потом я стал уходить в более тех тех новой до звучание ушел от booking агентства которая английская ушел в джипсе вот и уже больше в россии стал кататься но я сейчас собираюсь обратно потому что здесь скучно и скучно вот так что такие дела спасибо огромное спасибо вам и и Продолжение следует...